Планируем перейти сюда со многими ютуберами с Даймонда, будет ловля и тому подобное. И получилось все так, что они вроде как перешли, даже начали что-то снимать. Вот как-то я даже не знаю, а вообще были какие-то, ну я знаю, что анонсы были, я даже рассказывал, по-моему, о том, что вот, вот так резко. То есть завтра я, наверное, когда вышел данный видеоролик, Аризона РП уже запустилась. И в целом это хорошо, это отлично, это замечательно. Но, то есть я без понятия, как она там выглядит, нужно ли там вводить какие-то капчи, нужно ли там еще что-то делать. Аризоны РП, там, я не знаю, Суром и Дита. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, здравствуйте. Вы знаете, давно не было новостей по Аризона Мобайл и вообще хоть по какой-то движухе с Аризона Геймс. А я ведь, по сути, ну являюсь таким, знаете, рекламщиком, пиарщиком, человеком, который уже, знаете, более двух лет играет и снимает на Аризоне РП, Аризона Геймс и на всех вот этих вот прочих проектах. И понимаете, в чем дело, давно я не рассказывал о том, что вообще происходит на Аризона Мобайл, на Аризона Геймс и на всем прочем. Наверное, потому что ничего особо такого и не выходило, о чем можно было бы рассказать. Вроде как, что-то выходит, что-то они там делают. Но что конкретно, я, ну вот, не углублялся во всю эту тему и поэтому сказать определенно я не могу. Однако сегодня мы с вами обсудим не столько вот составляющую GTA Сампы или там GTA ГРМП от Аризона Геймс и даже не Жизнь Деревни мы обсудим. Но по названию вы, разумеется, уже поняли, что мы тут будем обсуждать. Вот поэтому какую-то интригу тут, ну, я не думаю, что она нужна. Поэтому давайте мы приступим вообще ко всему этому и я постараюсь все это максимально в красках расписать, рассказать и что-то такое, нечто подобное сделать. Рома Дит и другие ютуберы с Diamond Roleplay собираются играть на Аризона 5, 5, галка, буква В английская, там, я не знаю, еще что-нибудь такое подобное, который запускается завтра. И вот тут нам прикрепляют как бы скриншот со страницы Рома Дита с его вот этой официальной группы. Он пишет, доброе утро, Аризона сделала пушку в GTA 5, планируем перейти сюда со многими ютуберами с Diamond, будет ловля и тому подобное. Завтра, кстати, открытие. И разумеется, я прям вот, знаете, вспоминаю те события, которые вот были с Diamond, с ютуберами с Diamond и вот со всей вот этой вот движухой. И вот когда, знаете, ютуберы решили перейти на Аризону РП, вот прямо даймондовские ютуберы, таким большим паком, в таком большом комплекте решили все перейти на Аризону РП. И получилось все так, что они вроде как перешли, даже начали что-то снимать. Но потом вот это вот Саша, я не помню как он, Степанов, по-моему, Тони Баррера, он сказал, что мол, чуваки, возвращайтесь назад, что это такое в самом деле? Вроде как там что-то пытался их уволить или говорил о том, что вот там уволят их, чтобы они там оставались на Аризоне РП. Что-то, в общем-то, там какие-то разборки были, у меня, по-моему, по этому поводу даже ролик был, где я рассказывал обо всем этом. Ну ладно, ладно, тут мы, в общем-то, все поняли. Есть другое, вот кое-какая другая претензия от меня. Аризон РП в GTA 5. Вот как-то я даже не знаю, а вообще были какие-то, ну я знаю, что анонсы были, я даже рассказывал, по-моему, о том, что вот Аризон РП, она скоро будет в GTA 5, скоро у них там все будет, скоро у них там все случится и все подобное. Но вот так резко, то есть завтра я, наверное, когда вышел данный видеоролик, Аризон РП уже запустилась и, разумеется, не без проблем. Я более чем уверен, что запуск всего этого сервера Аризон РП в GTA 5, он будет вот не без проблем. Но то, что они планируют там снимать, это типа вот тот же самый контент с Даймонда. Я думаю, даже превьюшки будут практически те же самые, только вот они там поставят каких-нибудь, вместо GTA-шных вот этих вот всех моделек, они будут ставить на превью каких-то чуваков из GTA 5. И типа, разумеется, Аризона развивается в правильном направлении, захватывая все-таки все больше и больше рынки. Вот недавно, допустим, у них вышла Аризона Мобайл, сейчас у них выходит GTA 5, и в целом это хорошо, это отлично, это замечательно. Но вот то, что ютуберы планируют снимать, там какую-то ловлю, там, все вот это вот прочее, почему в Сампе ловля, она актуальна? Потому что там движок такой сам по себе старенький, и это все выглядит неплохо. Но в GTA 5, во всем вот этом вот новом движке, где просто, ну, все это будет выглядеть как-то, мне кажется, нелепо, вот вся вот эта вот вообще ловля. То есть я без понятия, как она там выглядит, нужно ли там вводить какие-то капчи, нужно ли там еще что-то делать. Но в целом я более чем уверен, что ловля это прям, ну, я не знаю что. Причем Рома Дит написал, что будет ловля и так далее. То есть получается, что он имеет под так далее, ведь у него кроме ловли на канале ничего и нету. Если честно, я не особо понимаю, но будет интересно посмотреть на то, что же там получится у всех вот этих вот чуваков с Даймонд РП, с Аризоны РП, там, я не знаю, с Рома Дита, у прочих людей. Кто вообще переходит, какой список ютуберов будет, и самое главное, как на все это отреагирует Даймонд Ролиплей. Да, разумеется, Саша там, Степанов, Тони Баррера, он продал Даймонд. И, разумеется, чуваки должны быть уже такие более склонны к тому, чтобы ютуберов куда-либо отпускать. Тем более, что GTA 5 это же, ну, это другой порог вхождения абсолютно. То есть Самперы останутся в Сампе, а те, кто давно хотели там, я не знаю, зайти куда-нибудь в GTA 5, во все прочие вещи, они, разумеется, будут в GTA 5, во всех прочих вещах. Вот туда вот они зайдут, на Аризону РП, и тем самым Аризона приобретет себе новую аудиторию. Кстати, ролик выглядит достаточно странно, мне часто говорят, мол, ты обсуждаешь КРМП, ты обсуждаешь там какой-то вот этот вот весь мобильный КРМП, мобильный GTA сам, а постоянно вот ездишь в компьютерном Аризона РП. Почему так происходит, в самом деле? Наверное, потому что я не могу договориться абсолютно со всеми спонсорами там всех проектов, чтобы там, знаете, говорю я там про Аризону РП в GTA 5, и реклама у меня, соответственно, Аризону РП в GTA 5. Говорю я там, не знаю, про Радмир КРМП, РП и так далее, то у меня реклама Радмир КРМП, КРМП и так далее. Там, говорю про Бриллиант РП, реклама Бриллиант РП. Было бы, конечно, неплохо, там, знаете, каждый день ролики про разные проекты, и везде такая, знаете, разная реклама. Поэтому, если реклама вам нужна, чуваки, там, я не знаю, за Бриллиант РП, правда, вот я в GTA 5 не смогу зайти все это поиграть, посмотреть компьютер, я думаю, не потянет с записью все это, и все как-то не особо хорошо будет. Однако, зная вот то, как Аризон РП не особо хорошо даже GTA сам оптимизирует, да, разумеется, и сейчас ситуация уже получше, но то, что было до этого, это, разумеется, такой показатель, что Аризон РП может лагать, когда подгружаются все вот эти вот дополнительные вещи, все вот эти вот прочие дополнительные штуки. Тем не менее, есть много всего, что вообще может представить Аризон РП в GTA 5. Это прям новые возможности, это прям новые вот эти вот все прочие вещи. Но, ладно, ладно, я думаю, что вы меня в случае Аризона РП в GTA 5 поняли. Просто мы посмотрим, просто подумаем, что вообще сможет сделать весь этот, там, Рома Дитса, своими прочими коллегами с Даймонда, кто там вообще сейчас на Даймонде, даже, если честно, я вспомнить не могу, оттуда что-то всех покикали, всех там что-то произошло, кто на Даймонде вообще сейчас снимает свои видеоролики? Я, если честно, вспомнить не могу. Однако, ладно, я знаю, где снимаю я. Я снимаю на Аризона, руле PlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. IP, а также, там, мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они, как вы понимаете, находятся в описании данного видеоролика. Зайдите туда, там со всей этой информацией ознакомьтесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик, либо поставьте дизлайк и отпишитесь от канала. В общем-то, что делать, выбор только за вами, но я напоминаю, что хочу до Нового года себе 10 тысяч подписчиков. Пожалуйста, помогите мне с этой целью, я, разумеется, надеюсь, что у меня она получится, я смогу все это сделать и вот многое-многое другое. Однако, до свидания, пока, все прочее, да.